Доброго времени суток! Я всех приветствую на канале Око Таро. Меня зовут Ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию Таро прогноз на июнь месяц для знака зодиака рыбы. Уважаемые рыбки, хочу принести свои извинения за запоздалый расклад. Один уже был выпущен в круг, но почему-то он постоянно зависал на 15 минуте по непонятным причинам. И мне пришлось, просто пришлось переписать на ново весь ваш расклад. Не знаю, почему на вашем знаке получилась такая заминка. Друзья, хочу напомнить, что гадание имеет общий характер, поэтому, конечно же, проиграться и срезонировать оно может не со всеми, но я больше чем уверена, что какие-то нужные подсказки и советы в процессе этого гадания вы для себя все равно сможете найти. Поэтому приглашаю всех, и мужчин и женщин, присаживайтесь поудобнее к моему столу и мы с вами начинаем путешествие в июнь месяц. Друзья, уважаемые рыбки, давайте последнюю карту в колоде загадаем как ту карту, которая ответит на ваш вопрос. То есть сейчас, вот в этом моменте, вы карта можете задать любой вопрос, который для вас был бы актуален в течение июня месяца. И последняя карта даст вам ответ на ваш вопрос. Эту карту мы будем рассматривать в самом конце расклада. Итак, дорогие рыбки, настроитесь, подумайте о том вопросе, который вы хотите задать картам. А я пока тасую колоду, а вы минуточку подумайте. Вопрос, конечно же, должен быть реальным, он не должен быть из области фантастики. То есть если вы заранее знаете, что ответ на него получите негативный или никакой, тогда, ну, не стоит и спрашивать. Задавайте вопросы, которые действительно реалистичны. Итак, уважаемые рыбки, начинаем. Я вначале выложу все карты на стол, все 12 домов гороскопа, а затем уже в процессе я буду их трактовать. Итак, уважаемые рыбки, приступаем к выкладке вашего расклада. Ваш первый дом. Далее, второй дом, третий дом, четвертый дом, пятый дом, шестой дом, седьмой дом, восьмой дом, девятый дом, десятый дом, одиннадцатый дом и последний, двенадцатый дом для наших дорогих рыбок. Все карты выложены на стол. Вы помните о том, что последняя карта, которая осталась в колоде, ответит на вами поставленный вопрос. Пока мы колоду откладываем в стороночку до конца расклада. Итак, друзья, начинаем. Ваш первый дом покажет ваше вообще настроение на июнь месяц, ваши эмоции, какие у вас мысли, какие планы, как вы себя несете в мир, как вы себя несете в окружающее вас общество, как вы с ним взаимодействуете. Итак, уважаемые рыбки, вам здесь выпала принцесса жезлов. В этой колоде, в колоде даров вдохновения, есть пажи и также есть принцессы. Маленькая прекрасная девочка, рыжеволосенькая, да, вот она на карте изображена вот с такой вот милой собачкой. Во-первых, конечно же, дорогие рыбки, эта карта говорит о том, что вы достаточно серьезно настроены решать все свои вопросы. Эта карта говорит об энергии, об энергичности, о силе и воле, о даже неком задоре, вот который у вас есть, да. То есть вот вы ко всем вопросам подходите с каким-то вот таким задором, желанием наконец-то что-то решить, наконец-то что-то сделать, наконец-то что-то поменять в своей жизни. Конечно же, это карта активных людей. Также это могут быть, ну, активно, социально активные люди, но и физически активные люди. То есть эта карта может также говорить о вашей неплохой физической подготовке, ну, для некоторых из вас, друзья. Также, конечно же, это множество телефонных звонков. И по этой карте тут звонки будут довольно-таки неоднозначные. С одной стороны, вы горите огнем, что-то решить. С другой стороны, вот будет некая неясность в течение месяца с каким-то для вас вот, ну, волнующим вас вопросом. Но карта энергии, силы, задора, воли и как бы такого позитивного настроения, прекрасного настроения на июнь месяц. И это прекрасно, дорогие рыбки, потому что вы не унываете. И, конечно же, по этой карте можно смело и с уверенностью сказать о том, что рядом с вами есть преданные и близкие люди, на которых вы можете рассчитывать, которые могут вам помочь. Это люди могут быть в лице ваших близких друзей или кого-то из ваших родных и близких. То есть однозначно такие у вас есть друзья, да, на кого вы можете опереться. Люди, которые вам могут подставить плечо, однозначно такие имеются. Прекрасная, великолепная карта на начало расклада. Дорогие рыбки, теперь мы посмотрим ваш второй дом. Второй дом покажет, как будут складываться у вас дела в сфере бизнеса, работы, ваше материальное поле, какие деньги вот в июне месяце вы можете к себе притянуть сами. И, дорогие рыбки, здесь для вас, к сожалению, выпала не очень приятная карта троечки мечей. Эта карта говорит о разбитом сердце, о том, что что-то волнует ваше сердечко, какие-то мечты, какие-то надежды не сбылись, какие-то телефонные переговоры, где-то вы о чем-то ходатайствуете, но что-то не увенчалось успехом. И здесь, ну, конечно же, по этой карте можно сказать также о том, что ваша работа, скорее всего, вас не устраивает. Либо не устраивают люди, которые вас окружают, либо условия труда. И по этой карте это может быть вообще как потеря работы. Даже если вы еще на ней находитесь, то это может быть такое некое, такое сильное разочарование, когда уже эта работа вам вообще немила, тягость, и вот вы полностью погружаетесь в волны подсознательного, да, вот вы думаете, почему так получилось, почему это происходит именно со мной, почему так, что я сделала не то или что я сделал не то, да, не то, не так. Друзья, конечно же, троечка мечей не предвещает ничего хорошего. Это также может быть предательство коллег, которые находятся рядом с вами. Даже если вы на работе продолжаете работать, эта карта может об этом говорить, что ждите предательства со стороны близких для вас людей, которым либо вы слишком доверились, либо слишком открылись, может быть, больше, чем нужно, делились какими-то там своими секретами, какими-то моментами своей жизни. И сейчас для вас это могло обернуться негативной стороной, друзья. Конечно же, здесь какая-то подавленность и разочарование. И я смотрю, что вот вы в июне месяце будете стоять для себя перед каким-то важным выбором, то, что касается работы, потому что, скорее всего, по этой карте вы будете понимать, что так как раньше уже продолжаться не может, и вы однозначно захотите что-то в жизни менять и будете стоять перед неким выбором. Дорогие рыбки, переходим в ваш третий дом. Третий дом показывает ваши близкие поездки, близкие коммуникации, близких друзей и также родственников, с которыми вы в этот период будете общаться. Уважаемые рыбки, здесь для вас, наконец-то, вот выпала прекрасная, великолепная карта «Шестерочка жезлов». И это не простая «Шестерочка жезлов», это карта победителей, карта успешных людей, карта людей, которых признают в обществе. И, конечно же, эта карта напрямую говорит о том, что ваши друзья, кто-то из ваших знакомых, есть те, которые, да, есть предатели, но есть и преданные, верные вам люди, которые вам восхищаются, которые вас признают за ваши таланты, которые вас очень уважают. И, конечно же, по этой карте для вас жизнь, ну, продолжается. Если по этой в какой-то момент она останавливается по троечке мечей, да, то по этой карте жизнь продолжается. И даже вполне возможно, что из какой-то возникшей проблемы на вашей работе, может быть, вы даже выйдете с высоко поднятой головой. Конечно же, по этой карте можно ожидать какие-то близкие, успешные поездки, с вашими друзьями. Возможно, это поездки будут связаны с отдыхом. Возможно, вы просто навещаете друзей или вас навещают друзья. Ну, однозначно по этой карте идут передвижения, встречи с родными и близкими людьми. Но в любом случае здесь какой-то очень большой и громкий для вас успех. Возможно, вы от своих родственников или от своих друзей давно чего-то ждете. И вот в этом месяце эта карта очень быстрых событий. И всегда это события, которые вас однозначно порадуют. Это карта успеха всегда в любом случае. Иногда у меня эта карта проигрывается даже от одного до четырех дней. Вот события настолько быстро могут проиграться. Но бывает так, что до месяца. Но это крайний срок. То есть в любом случае эта карта чего-то положительного в ближайшие короткие сроки. Тут однозначно какие-то будут встречи с близкими вам, вашему сердцу людьми, которые вас порадуют. И, конечно же, видите, на этой карте еще есть лавровый венец, который над вашей головой. Это говорит о том, что вы признаны другими людьми. Это венец ваших заслуг и ваших талантов. Друзья, теперь переходим в ваш четвертый дом, дом вашего дома, в котором вы живете. И здесь выпала карта Иерафанта Старший Аркан. Старший Аркан Иерафант говорит о том, что, скорее всего, в вашей семье довольно-таки патриархальное воспитание. Скорее всего, в вашей семье доминирующим воспитанием был отец. Или, допустим, если вы живете в паре, у вас есть детки, то ваш муж тоже, ну как патриархальная власть в вашем доме, когда все подчиняются мужчине однозначно по этой карте. Конечно же, эта карта очень сильной личности, очень авторитарного человека, но однозначно готова вам помочь. Возможно, чрезмерно немножечко строгость, где-то какое-то пуританство во взглядах, немножечко несовременность, может быть, в каких-то взглядах. Это может напрямую говорить о вашем отце. То есть, если смотрят меня молодые рыбки, то здесь может быть несостыковка взглядов и характера, когда молодое поколение встречается своими мнениями с более старшим поколением. И здесь может идти, конечно же, непонимание. Но однозначно по этой карте основные вопросы, которые касаются дома, семьи, быта, возлагаются на плечи старшего мужчины в семье. Это может быть отец, это может быть старший брат, это может быть ваш муж, но который очень строг в отношении, может быть, вас. То есть, где-то человек лишний раз не расслабится, вот он не пойдет гулять на дискотеку, однозначно. Это человек, который лучше посидит там, почитает какую-то там умную литературу, но не будет заниматься какими-то пустыми, ненужными делами. И, конечно же, это карта высокой духовности. И это может говорить о том, что вы выросли вот в такой семье с хорошим воспитанием, с такими твердыми устоями и нормами, да, когда вот все должно быть как у людей, все должно быть правильно. И, ну, довольно-таки строгие, вот в детстве жесткие были, в какой-то степени вот воспитания, где-то немножечко как бы вас, может быть, в чем-то подавляли или ущемляли. Дорогие рыбки, но однозначно по этой карте некое спокойствие и даже, я бы сказала, еще дополнительно, что все же вот высшие силы как-то вашему дому, вашей семье покровительствуют, потому что карта Иерафанта – это также и карта покровительства высших сил, однозначно. Друзья, переходим в ваш пятый дом. Это дом ваших хобби, дом ваших увлечений. И здесь выпала карта Пятерочка Пентаклей. Эта карта напрямую говорит о деньгах и об их недостатке. И также, конечно же, если говорить о каких-то хобби, увлечениях, возможно, у наших дорогих рыбок есть много талантов и много желаний, но по этой карте можно сказать о том, что пока на сегодняшний день на реализацию каких-то талантов ваших не хватает денег, на задуманное не хватает финансов. И по этому поводу вы, конечно же, очень и очень огорчаетесь. И я вижу, что вы как будто бы ждете помощи родных и близких, либо кого-то из друзей. Но, скорее всего, вы ждете помощь кого-то из семьи, что кто-то вас услышит, что кто-то вам поможет. Потому что здесь, по этой карте, идет такая большая душевная тяжесть, какое-то опустошение. Вот складываются впечатления, что вы действительно, может быть, кому-то говорите о чем-то. Вот я бы хотел то или это. А вас как будто бы не слышат, потому что, может быть, кто-то другой считает либо это неправильным, либо для вас ненужным. То есть вам где-то в какой-то момент кто-то может навязывать свою волю из вашей семьи. И вы как бы сами окончательно не можете действовать и принимать каких-то окончательных решений. Ну и, конечно же, эта карта упирается в финансы, в их недостаток. И здесь, конечно же, немножечко идет разочарование. Друзья, переходим в ваш шестой дом, дом повседневных забот. Чем вы заниматься будете каждый день в течение всего июня месяца. И здесь вам выпал уже второй старший аркан карта влюбленных. Это карта влюбленных, когда вам только предстоит сделать некий выбор. Чего будет касаться этот выбор? Возможно, этот выбор будет касаться вашей работы, потому что по связкам карт вот я как раз вижу, что вы будете думать о работе, либо о том, чтобы сменить работу, либо о том, чтобы сменить окружение, либо вообще, может, вы даже будете в корне подумывать о том, чтобы научиться чему-то новому, вот для себя постичь какую-то новую профессию и зарабатывать деньги таким путем. Но опять-таки здесь все может упираться в финансовый вопрос. То есть вы пока стоите перед выбором, но этот выбор вы не можете сделать в силу каких-то обстоятельств. И у вас в голове в течение целого месяца крутится мысль. Вот что же мне делать? Какое же мне принять решение? Конечно же, есть рядом с вами люди, советчики, но мнений много. И вы знаете, что никто за вас вашу проблему не решит. Вы знаете, что все равно вам придется решать ее самому или самой. Но, конечно же, по этой карте мы видим ангелочка. Это говорит о том, что где-то высшие силы, помощь высших сил, конечно же, есть. И рано или поздно вы этот выбор сделаете, даже если вы сейчас еще колеблетесь. Уважаемые рыбки, переходим в ваш седьмой дом, дом вашего партнерства, что происходит в вашей паре. И также рассмотрим тех рыбок, кто одинок. Дорогие рыбки, я вижу, что в ваших парах, у многих в парах сейчас момент какой-то неопределенности. Вот, возможно, действительно, вы горите каким-то огнем, вы там что-то предлагаете, у вас какие-то идеи. Но либо ваш партнер не слышит вас, и как-то он таится от вас, может быть, погружается в какой-то свой мир, и вы его не можете вытащить из этого его мирка, в который он погружается. Также, конечно же, карта Верховной Жрицы может говорить о том, что в вашей паре есть некие тайны и недоговоренность. Эти тайны могут идти как от вас, то есть вы можете что-то скрывать в отношениях, также и ваш партнер что-то может скрывать в этих отношениях. Но однозначно по этим картам есть какой-то момент закрытости, закрытого общения. И, конечно же, по этим картам, вот я вижу, вы как будто бы начинаете прислушиваться к своей внутренней интуиции, вы пытаетесь найти ответ в себе. И я смотрю, что у многих этот выбор будет касаться не только работы, но и также ваших личных взаимоотношений в паре. Возможно, на некоторую категорию рыбок, вот на ваши семейные пары, именно на семейные, может оказываться большое влияние старшей женщины-матери. Это может быть либо его мать, либо ваша мать, если говорить о женщинах. То есть здесь женщина старшая в роду, которая может оказывать большое влияние на то, что происходит в вашей паре. И, ну, конечно же, здесь очень много знаков вопроса. Друзья, если говорить о тех рыбках, кто одинок, я смотрю, что вы будете пытаться, может быть, с кем-то завязать какие-то новые знакомства, но вот карта Верховной Жрицы говорит о том, что не все так просто, да, то есть какая-то ситуация от вас пока закрыта, вот Вселенная еще только формирует для вас будущее, вот в плане вашего будущего партнера, да. И здесь тоже пока большая неясность. Вы, конечно, хотите, вы, конечно, желаете вот каких-то новых знакомств, каких-то новых встреч, но вот эта карта говорит о том, что будет несколько иначе, не так, как вы думаете. Возможно, вы думаете там для себя, запланировали с кем-то, уже наметили себе кого-то в претенденты, да, но эта карта говорит о том, что нет, вот не получится так, будет как-то иначе. Эта карта говорит о том, что всегда что-то будет иначе. Никто не говорит, что в плохую сторону, но пока что-то от вас еще закрыто, и пока для вас все окончательно неясно. Либо вам будут попадаться такие партнеры, которые как-то будут от вас отгораживаться и будут до конца с вами неискренни. То есть все равно в отношениях возникнет знак вопроса, какая-то недосказанность и неопределенность, прежде всего для вас, дорогие рыбки. Также если говорить о сфере вашей работы, бизнеса, карьеры, то здесь то же самое. Ситуация довольно-таки развиваться будет неясным, непредсказуемым образом. Вот вы с кем-то договариваетесь, вы с кем-то какие-то телефонные звонки, кто-то вам дает какую-то информацию, и вы уже чем-то обнадежены, у вас какие-то планы, но в конечном итоге ситуация будет меняться совершенно по-другому, не по вашему плану. И то же самое на решение вашего вопроса, вот то, что касается деловой сферы, карты говорят о том, что прислушайтесь к внутренней интуиции, к тому, что говорит вам ваш внутренний голос, ваш внутренний советчик. У наших глубинных рыбок и ваш внутренний голос вас не должен подвести по этим картам. Вы должны научиться слышать себя и свое собственное подсознание. Дорогие рыбки, переходим в ваш восьмой дом, дом риска, опасностей. И здесь, конечно же, в этом доме может быть все, что угодно. Долги, кредиты, заемы. Вы кому-то должны, кто-то должен вам. И также зона риска по здоровью. И поэтому смотрим эту карту. Дорогие, уважаемые рыбки, начну, наверное, сразу со здоровья. Почему? Потому что, ну, это информация, вот, ко мне первая идет, вот, в потоке информационном, первая идет мне о здоровье. И я вижу, что у вас могут быть какие-то воспаления. Смотрите, нигде не сидите под кондиционерами, под сквозняками, вот, не катайтесь, да, вот, как-то поберегите себя, потому что могут быть воспалительные процессы. На это указывают две карты. И принцесса Жезлов говорит о каких-то небольших, но неприятных воспалительных процессах. И карта умеренности говорит о том же самом, что если вы не будете себя беречь, да, то вам придется, как бы, вот, находиться некое время, в состоянии ограничений, ограничивать себя во всем, да, в холодном, лишний раз где-то сесть на сквознячок. И вообще, для того, чтобы ничего не бояться, вот, по этим картам, поберегите себя, не пейте ледяную воду, это, во-первых, вредно. И всегда пейте воду, ну, такой нормальной температуры, даже если очень жарко, немножко охлажденную, но не ледяную. И, конечно же, кондиционеры, сквозняки, вот, все, что с этим связано. Поэтому поберегитесь, в этот летний период у вас есть такая вероятность, вот, воспалительных процессов. Так, друзья, теперь, если говорить о зоне риска, то, что касается денежных заемов и кредитов, я смотрю, что здесь тоже такие имеются. И у вас сейчас большой знак вопроса, вот вы не знаете, что с этим делать. И вы, как бы, вообще боитесь этой ситуации, вы не знаете, как она будет развиваться в будущем. И карта умеренности говорит о том, что вам приходится приспосабливаться под какие-то события, под людей, под обстоятельства. Вам буквально приходится тушить у себя пожар под ногами. То есть, действительно, есть какая-то критическая ситуация для вас, в которой вы, ну, как, немножечко, ну, достаточно связаны по рукам и ногам, и вам нужно с этой ситуации выходить. И вот об этом эта карта и говорит, что вы в буквальном смысле слова будете тушить вот этот огонь. То есть, действительно, какая-то острая болезненная ситуация у вас уже есть, которая не терпит отлагательств. И с этим, конечно, нужно что-то делать. Я смотрю, что еще до последнего момента вот у вас были какие-то, ну, вот, неясности, неясности, и вы даже до конца не понимали, что вам делать. Может быть, это из-за вашей работы, как раз из-за финансов, что здесь вот вам неясности в работе, и все одно цепляется за другое, и как снежный ком, да, вот тянет одно за собой, тянет другое. Вот, поэтому по этой карте, конечно же, вы будете решать эти вопросы. И карта, карты, которые я вижу, вот, говорят о том, что вам удастся, ну, на какое-то время этот вопрос в какой-то степени решить даже положительно. Вот, вам удастся, вы будете. В какой-то момент вам придется, да, вот, пытаться балансировать между людьми обстоятельствами, между тем, что хочу, не хочу, в чем-то приходится себе отказать, да. То есть, вы понимаете, что особо где-то разгуляться не можете из-за того, что здесь вот есть вот такой вот напряженный момент, дорогие рыбки. Ну, и, конечно же, эта карта может также здорово влиять на ваши отношения, что где-то вам нужно в ваших отношениях, в какой-то момент нужно будет искать баланс для тех, кто в паре. Друзья, следующий дом, это дом далеких поездок, дом образования, также общение с иностранцами, для кого это актуально. И здесь выпала прекрасная карта девяточка Пентагли. Эта карта говорит о том, что все, вот, если у вас был какой-то момент неудачных сделок, да, может быть, на начало месяца, не все сделки у вас прошли удачно. Вот если говорить об иностранных инвесторах, там, каких-то вот, работы за границей, но по истечении времени ваши все сделки завершатся успешно. Вот все-таки вы не зря работаете, не зря вкладываетесь, не зря договариваетесь, что-то для вас все же решится успешно, несмотря на то, что поначалу дела как бы шли вообще не очень, вы даже где-то в какой-то момент теряли вообще надежду. Так же, если говорить об образовании, об учениках, дорогие учащиеся, уважаемые рыбки, я вижу, что у многих действительно тяжелая финансовая ситуация в семье. И поэтому для многих стоит вопрос того, поступлю ли я на контрактную основу, потяну ли я, потянет ли контрактную основу моя семья. Но для некоторых из вас эта карта вполне себе может даже показывать то, что вы можете пройти на бюджет, но лишь единицы, и вам это будет очень тяжело даваться. Если говорить о контракте, то здесь, да, больше вероятности, больше шансов пройти, поступить и как-то вот быть более уверенным в завтрашнем дне. Конечно же, всяческую поддержку вы можете рассчитывать на поддержку родных и близких людей. Несмотря на то, что в доме могут быть трудности, все равно ваши близкие для вас вот эти деньги на обучение 100% найдут. Вот, дорогие рыбки, для тех, кто запланировал в этом месяце какие-то дальние путешествия, у кого уже билеты на руках, вот карты говорят, добрый час, у вас здесь, ну, прекрасные, прекрасные, вот, моменты прекрасного отдыха, в удовольствие, для души, да, вполне реально. У кого-то, и, кстати говоря, вот карты показывают, что поначалу вот что-то вам очень мешало, мешало куда-то вырваться, вот куда-то, куда вы хотите поехать. Но для многих из рыбок поездки все-таки осуществляться, да, и будут вполне удачными. Вы будете очень даже довольны по этой карте. Девяточка Пентаклей предполагает собой такой красивый, богатый отдых, когда вы себе даже где-то ни в чем не отказываете. Возможно, вы заранее подкопили каких-то денежек, да, вот на это мероприятие. И карта говорит о том, что вы прекрасно проведете время. Дорогие рыбки, теперь переходим в ваш десятый дом. Этот дом покажет, чего вы вот в июне месяце для себя достигли. Вот чего вы достигли. И карта говорит, показывает, ну, здесь принцесса Пентаклей выпала, это уже вторая принцесса, снова-таки девочка. Эта карта, две принцессы могут говорить о том, что в семьях у многих есть детки, да. И я смотрю, что есть вот неясности и некое непонимание. Вот вопросы, касающиеся детей, здесь моменты непонимания все-таки есть. Для тех, у кого детки имеются. Эта карта говорит все-таки, что для вас актуально в июне месяце будет тема финансов и заработка. И вот ваши все мысли сосредоточены на вашей работе. По карте Пентаклей это однозначно. Но и в то же время, вот эта карта, именно в этой колоде, она показывает, что вот вы можете работать, но у вас даже немножечко остается как бы времени какого-то на отдых. Либо вы себе этот отдых в любом случае сможете организовать, если вы сами этого захотите. То есть, видите, здесь у нас сидит вот такая прекрасная принцесса с венком в руках, да, из ромашек, из полевых цветов. И девушка в задумчивости, она о чем-то мечтает, думает. То есть, вот так вот мечтательно проводит свой досуг. И при этом рядом с ней вот такая небольшая маленькая копеечка, но все-таки находится. То есть, это говорит о том, что какие-то денежки, может быть, небольшие для вас на июнь месяце, но все же будут для вас поступать. Ну, также эта карта может предполагать для вас, либо вы кому-то планируете какие-то подарочки, либо кто-то вам может подарить какой-то небольшой такой приятный подарочек. И также эта карта показывает людей, которые очень-очень трудолюбивые, такие трудоголики, люди, которые постоянно вот в работе, постоянно думают о заработке. Дорогие рыбки, теперь переходим к вашему 11 дому. Этот дом покажет ваших друзей и также те деньги, которые вы можете получить от своей работы. И я смотрю, что вот вы для себя точно определились с тем, кто для вас друг, кто для вас враг, потому что вам снова выпал старший аркан влюбленный. И обратите внимание, в вашем раскладе выпало две карты влюбленных. В этой колоде две карты влюбленных. И вы сейчас можете на них посмотреть. Видите, здесь влюбленные, когда молодой человек еще сомневается, он только хочет сделать свой выбор. А здесь уже ваш выбор состоялся. Это говорит о том, что в течение этого месяца все равно вы для себя окончательно какое-то примете важное для вас решение. И это решение может касаться и вашей работы непосредственно, и также у кого-то из ваших друзей. То есть вы четко поймете, кто для вас враг, кто друг, с кем нужно прекратить общение окончательно. То есть люди, ваши враги, себя проявят. Вы их точно увидите. Даже если до этого они тщательно скрывали это. И эта карта также говорит о том, что здесь даже высшие силы помогают вам в том, чтобы вы не остались без денег. То есть эти деньги к вам могут идти от некой родственницы. Это может быть ваша мама, тетка, бабушка. Кто-то вас может поддерживать финансово. Но также эта карта говорит о том, что в любом случае вы не пропадете. Вот как-то какая-то материальная помощь вам будет оказываться. Именно благодаря тому, что вы для себя сделаете какой-то правильный выбор. С кем-то, допустим, проведете правильную и нужную беседу. И вот это все будет вам в плюс. У вас появятся благодаря этому какие-то денежки, какие-то финансы. Дорогие рыбки, теперь мы переходим в ваш последний, двенадцатый дом. Это дом ваших самых больших страхов. И в чем ваши самые большие переживания? Вот тайна вашей души. То, о чем вы никому бы не хотели говорить. И то, что для вас очень и очень болезненно. И здесь в этот дом выпала карта короля Пентаклей. Если, конечно же, это мужская карта. И напрямую говорит о мужчине при деньгах. То есть мужчина такой довольно-таки обеспеченный. Но в любом случае, даже если это не очень обеспеченный мужчина, то все равно это такой человек, состоявшийся как личность. В этой жизни уже добившийся каких-то определенных целей и задач. Он для себя те задачи, которые ставил, чего-то в жизни он уже добился. Но, несмотря на это, вот здесь мне идет информация, что вот как будто бы либо ваш партнер, либо у него какие-то проблемы с работой. И вы вот переживаете, что что-то у него из-за того, что у него не получается в работе, что вы рассчитываете на его финансы. А в конечном итоге вы боитесь того, что он этих денег может вам не принести. Вы боитесь финансовых потерь. И также, может быть, кто-то из вас переживает о том, что некий мужчина, либо вот вы как будто бы хотите к кому-то обратиться за помощью, к какому-то мужчине, да, и вы боитесь того, что либо он вам не окажет эту помощь. Но здесь карты еще могут показывать другой момент, что как раз наоборот, что какой-то мужчина может претендовать на какие-то ваши деньги, да, и здесь тоже может быть конфликтная ситуация. Ну, по крайней мере, для вас самих точно. То есть вы для себя вот переживаете, и это как-то напрямую деньги. И мужчина напрямую между собой взаимосвязаны очень тесно. Вот как-то так вот здесь вот в этом доме. Конечно же, для кого-то это может быть, если не супруг, это может быть ваш начальник, да, вот вы, может, боитесь того, что с вами на работе не до конца рассчитаются, либо дадут вам не всю сумму, либо как-то подведут вас еще в каких-то моментах, которые касаются работы. И, конечно же, это может касаться и вашего начальства. Ну, почему я так говорю? Потому что две карты Пентакли, которых я здесь вижу, они могут говорить о том, что ваши страхи все-таки больше связаны с финансовой сферой и непосредственно с вашей работой. И это как-то упирается в мужчину. Вот таким вот образом, дорогие и уважаемые рыбки. Давайте подытожим ваш расклад на июнь месяц. Давайте возьмем только старшие арканы. Ну, скажу так, дорогие рыбки, вот сразу то, что я вижу, да, мы уже говорили, что перед вами будет какой-то выбор. Выбор этот вы для себя все равно сделаете успешно. Конечно же, для многих из вас будет актуально, и на первом месте будет стоять тема денег и финансов, судя по принцессе Пентакли. И также у нас есть пятерочка Пентакли и девяточка Пентакли. И вот четвертая карта Пентакли – это король. И видите, вы видите, что Пентакли довольно-таки много, то есть это все же основная тема, несмотря на то, что и в ваших отношениях есть некие вопросы. Также, дорогие рыбки, еще хочу сказать, что многие рыбки, вот есть та категория рыб, которая меня смотрит, которые вообще на сегодняшний день без работы. Вот вы могли откуда-то уйти, потеря работы. Да, вот троечка мечей может показывать потерю работы. И в конечном итоге, вот вы в неопределенности, вы в каком-то подвисе, вот вы не знаете, вот какое вам принять решение. И в связи с этим тоже, даже те, кто без работы, вы для себя примете какое-то правильное и важное решение. А теперь, дорогие рыбки, как и обещано, берем только старшие арканы и посмотрим, о чем нам скажут они. Итак, смотрите, уважаемые рыбки, карта Иерафанта, две карты влюбленных. То есть на какой-то ваш жизненно важный выбор все-таки большое влияние будет оказывать некий авторитарный мужчина, который может быть в образе вашего мужа, начальника, старшего брата или отца. То есть мужчина, который, ну, возможно, кто-то при должности, да, от кого вы зависите в каких-то моментах. И он будет оказывать большое влияние на ваш окончательный выбор. В связи с этим у вас будет большая неопределенность. И какое-то время вам еще придется под какие-то события, довольно-таки для вас неприятные, приспосабливаться вот по карте умеренности, да. Но в конечном итоге вами в июне месяце будет принято какое-то важное и правильное решение, и вы со своих всех проблем сможете благополучно вырулить на ровную дорожку. Замечательно, дорогие уважаемые рыбки. А теперь давайте, как было обещано, мы посмотрим нижнюю карту в колоде, да. Эта карта ответит на вами заданный вопрос, да, да или нет, что вот, что вы спрашивали. Итак, дорогие рыбки, вы готовы? Карта маленького принца, маленького принца чаш. Паш-чаш, это, вернее, даже не принц, ну да, здесь он как принц. Паш-чаш в образе маленького прекрасного принца. Посмотрите, конечно же, если говорить о делах амурных, романтических, любовных, эта карта говорит, да, 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 конечно, будут встречи, конечно, будет романтика. Если вы спрашивали, встречу ли я свою любовь, конечно, по этой карте вы встретите свою любовь. На этой карте, вот здесь в уголочке, еще изображены вот два прекрасных лебедя, которые купаются в этих прекрасных водах, да, то есть это ваши эмоции, ваши чувства, ваше подсознательное. И вы видите, наш мальчик прекрасный стоит с розочкой в руках. Возможно, кто-то вам даже захочет подарить какой-то подарок, либо вы планируете сделать кому-то такой небольшой романтический подарочек. Ну, конечно же, по этой карте однозначно, да, но если, уважаемые рыбки, говорить о сфере работы, то здесь есть одно большое но. Ваш ответ, да, или ваш вопрос еще не полностью созрел или вызрел. У вас под ногами нет прочного плацдарма, прочной основы, на которую вы могли бы упереться. И если говорить о работе, то пока это только на уровне фантазии, мечтаний и даже некой такой, ну, несерьезности. Вот. Эта карта говорит о том, что многое вам еще нужно будет решать, потому что это только в стадии вот мечтаний, каких-то идей, мыслей, полет мыслей. Вот. И, конечно же, есть желание что-то поменять в жизни, но если говорить о бизнесе, то карта довольно-таки, ну, стабильности пока вам не предвещает. То есть над этим вопросом нужно еще работать. Если говорить о романтических отношениях, чего бы они ни касались, да, семейных, пар, одиноких, однозначно здесь все будет у вас хорошо. Какой-то прекрасный отдых. Вы уделяете время своему партнеру, партнер уделяет свое внимание вам. Однозначно чувство, эмоции, любовь по этой карте есть. Вот таким был для вас расклад, дорогие рыбки. И давайте, конечно же, наверное, мы возьмем для вас три дополнительных карты на сферу вашей работы, потому что самая больная тема вот для наших рыбок в сегодняшнем раскладе все-таки была тема работы. И мы возьмем три карты, которые покажут, как же будут развиваться события в течение этого месяца, с чем вы столкнетесь. И четвертая карта покажет, какую линию поведения вам нужно выработать для того, чтобы добиться окончательного успеха вот в работе, да. Итак, берем для вас три карты из Оракула Ленорма. Друзья, вот посмотрите, карты сразу же указывают на астролога, гадалку, да. Вот смотрите, звезды и змея говорят оба астрологи-гадалки. И рядом выпала карта ключа. Это говорит о том, что вам нужно прислушаться к советам, которые вы получили в процессе этого гадания. И быть где-то предельно внимательными и все-таки прислушаться вот к тому, что вы услышали. Друзья, также, конечно же, эти карты говорят о том, что у вас очень много далеко идущих планов. Вот то, что касается работы. Возможно, вы хотите для себя вот в будущем накапливать какую-то мудрость, чему-то еще обучиться, каким-то очень-очень глубоким знаниям по вот этим картам. Возможно, кто-то из вас хочет заняться даже эзотерическими практиками и для себя, ну, видит в будущем это как работу, да, потому что выпадает карта ключика рядом. Ну, и также в решении вашего вопроса присутствует некая такая пожилая женщина, ну, может быть, не пожилая, сейчас даже вот, даже, наверное, не существует уже такого термина. Термин пожилая можно сказать к женщине, которой лет 80, да, сейчас женщине 40, которой 50 лет. Это, ну, благодаря современным технологиям женщины наши, конечно же, не выглядят. Их тяжело назвать пожилыми дамами, даже тем, кому за 50. Вот. Но однозначно в вашем вопросе будет присутствовать некая мудрая, такая умудренная жизненным опытом женщина, которая будет помогать вам решать какие-то ключевые вот вопросы, связанные вот с вашей жизнью и конкретно то, что касается работы. Друзья, так, и давайте возьмем для вас карту совета, какую линию поведения вам все-таки нужно для себя выбрать. Вот сейчас, там, где вы работаете, да, и, допустим, у вас трудности, какую линию поведения вам нужно выбрать. И выпала карта лилии. Посмотрите, это карта, во-первых, короля пик. Это говорит о мужском лице. И здесь мы видим уже две фигурных игральных карты. Это дама Треф и король пик. Видите, если говорить по игральным мастям, да, то эта карта говорит о том, что если не имеет значения мужчина рыбковый или женщина, вот вы можете заручиться поддержкой некоего мужчины. Вот то, что касается вашей работы. Это может быть и ваш начальник, да, или, ну, ваш какой-то, может быть, старший друг, учитель-советчик, который вам дает какие-то советы в отношении работы. Но однозначно здесь как-то с работой помогает вам мужчина, на которого вы можете рассчитывать. И здесь, ну, также по карте лилия это еще поддержка вас высшими силами. Однозначно 100%. Вот так вот, дорогие рыбки. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Надеюсь, что я, моя информация для вас сегодня была полезной. Уж не обессудьте, если где-то я вас чем-то расстроила. Но любая информация в картах это не приговор, а наоборот, любые негативные карты дают нам дополнительный заряд на то, чтобы где-то мы больше были собранней, внимательней, конкретно в каких-то вопросах, на которые указали карты, да. И там, ну, проявили повышенное свое внимание. Дорогие рыбки, я с вами не прощаюсь, а говорю вам до новых встреч. И сегодня всем до свидания.